Всем привет! Сегодня в нашем новом блюдске поднимаем тему спецферансов. Вот так, а у нас на них в целом. И начнём мы с самой лёгкой из них, на обращении ВД. Задача пилотов – прикрыть огнем до днол, дерзкий, на время необходимый учёный, как учение научной граммы о новом виде пришельцев – поглотителям. И сегодня я вам расскажу о рельсе прохождения и немножко тактики. Итак, начнём. Доступно с трамков 10-17. Также можно пойти рандомом, т.е. одному, команду тебя подберёт, и можно пойти составом корпорации – 10-12 человек. Это рекомендуется для 100% прохождения. Или попасть в пролуд пилотом, который специально набирает тщательно. Третьий – тщательно подбираем корабль. Рекомендуется что-то быстрое, дамажное, с большим уроном. Следующий пункт – это не менее важный – чипы. Второй – очень важный аспект подготовки. В принципе, от чиповки вашего корабля зависит и дамаг, и эффективность. Т.е. выбираем чипы по урону, по кораблям чужих, так как куда мы идём, и с уроном того вида термо, кинет или эми, с которым у вас установлено орудие. А также не забываем о скорострельности к рите и сопротивлению. Кстати, скорострельность влияет на количество урона, нанесённого вам в секунду. Итак, кораблик мы выбрали. И последний пунктик – модули кораблей. Ну, тут попроще будет. Т.е. выбираем урон, скорость. Я буду использовать спецмодуль, так как он добавляет и урон, и скорость, ну, и лечилку. Тут уже нащительный корпус, в зависимости от вашего кораблика, в принципе, рекомендуют и то, и то брать. Ну, это если нет инженера в команде. И, да, самое важное – аварийный барьер. Иногда команда не успевает вовремя активировать турель главного калибра, ну, и поглотители их сносят в своей, не знаю как, назовём его, клешнёй, больше будет похоже. Что ж, по самой механике тут всё просто, если знать, что делать. Сбивается первая волна чужих, которые появляются из порталов. Из разлома появляется спернитель. Разобрать его дело 50 секунд для хорошо подробной команды. Проявляется повратитель. Снимаются кристаллические наросты на его кислых. Потом активируем трели на бредноуте. Делать это нужно всё вместе и сразу. Иначе поглотители успеют махнуться и клешнёй, и пилоты, у которых нет аварийки, потеряют одну из своих жизней. Иначе поглотители успеют махнуться и клешнёй. Подлетая к языку будьте предельно внимательны. При перемещении по окружности вам есть пробелы в щите. Используйте их. Иначе щит вас уничтожит. Активируем их. Будут появляться хищники. В свободное время сбивайте их. Вот такой принцип повторим несколько раз. На полном уничтожении поглотителя. Спасибо за работу. Это победа. Запомните. Это всего лишь игра. КОНЕЦ